Здравствуйте, уважаемые друзья! После длительного перерыва я продолжаю создавать дизайн интерьера. Вернее, не столько дизайн, сколько показываю вам технические моменты по созданию стен, потолков, всей структуры дизайна. И вот на сегодняшнем уроке, вернее сегодняшнего урока, мы с вами будем уже заниматься визуализацией. То есть, в кратком виде, будем так говорить, немножко в сжатом, но в понятном, я вам покажу все этапы визуализации. От создания материалов в установке света до настройки визуализатора V-Ray для получения фотоэролистичного изображения. И, соответственно, это у нас будет остянуто на несколько уроков. Вы видите, что на моем случае сейчас у меня есть стены. Может быть, это уже несколько другие стены, которые я на прежних уроках делал. Ну, извините, те стены я уже потерял, они куда-то не делись. Я просто создал новый проект. То есть, мы сейчас находимся на том этапе, что мы с вами уже умеем делать. То есть, мы создали стены, пол, плинтус. Соответственно, смотрите, что я здесь не делал сам. Вот, например, вот это вот окно. Вот, например, я его выделил. В изолированном виде с ним осталось. Это вот окно я просто скачал и установил. Поставил его. Как устанавливать окна и двери, мы с вами тоже рассматривали в предыдущих занятиях. Вот, снова сюда нажимаю. Также я тут скачал кое-какую мебель. Вот, пожалуйста, она здесь находится. Опять же, я не стал, соответственно, тут очень много мебели выставлять. Еще раз повторяюсь, у нас все сосредоточено на технических моментах визуализации. Мы это и с вами и пройдем. А уже вы сможете самостоятельно здесь разложить мебель, разложить на столики всякие кувшины, вазы, журналы, газеты и так далее. Все эти модели в большом количестве, можно скачать. У нас много ресурсов есть в интернете. Теперь смотрите, что я подготовил в принципе уже заранее, то есть от чего я отталкиваюсь. Вот мой проект. Ну, здесь у меня несколько пробных проектов. Вот проект Интерьер 1, 3ds Max проект. Значит, смотрите, у меня уже есть один источник света ES. Вот так вот он будет выглядеть. Вот мы его будем использовать. У меня есть уже заранее скачанные текстуры. Их не так много, но в принципе этого хватит для того, чтобы реализовать основные идеи по, соответственно, по визуализации нашего проекта. Вот тут для пола у нас это обои, вот это может быть для дверей. Тут даже есть вот этот проект я уже как-то доделывал. Тут даже есть пробная картинка, которую я визуализировал. Вот, ну, у нас это еще лучше будет получаться. Так, что тут у нас еще есть? У нас есть в принципе куча, значит, таких вот скачанных дверей, окон. Возможно, я вам даже это все затем тоже скину, чтобы вы могли пользоваться этим. Вот план, на основании которого я строил мой интерьер. Есть также вот большая картинка города Москва. Москва-сити. Это для создания законного пространства днем. И для создания законного пространства вечером, да? То есть мы тоже это с вами пройдем. Вот. Ну, ладно, не буду я долго объяснять. Давайте начнем вот с чего. Смотрите. Проект, кстати, как состоит. Вот у нас здесь есть пол, да? И вот есть потолок. То есть потолок я сделал из пола, так как он у нас совпадает по своей конфигурации, да? И затем, когда мы здесь внутри все, значит, с материалами покроем, у нас, соответственно, ну, примемся за потолок. У этих материалов, кстати, у нас уже материалы присвоены. Кстати, и у окна уже материалы присвоены. Материалы у нас виреевские здесь присвоены. Так что, собственно говоря, можно потом от них пробу брать. Мы все это, я вам покажу, научу. Итак, кстати, вот эти материалы могли быть у вас вполне скачаны и вообще без материалов, просто голые модели. Ну, мы, наверное, посмотрим, как применять материал к объектам, у которых материалов вообще нет. Вот. Ну, в принципе, все в одной концепции лежит, но тем не менее. Итак, давайте сначала посмотрим, какой визуализатор у нас сейчас в активном состоянии находится. Ну, скорее всего, в V-Ray, да? Вот. Но все равно проверить надо. Я иду в пункт меню рендеринг, да? И смотрю, вот, здесь есть такой подпункт рендерсетап. Щелкаем сюда. У нас сейчас появится окошко. Вот такое вот оно, да? Это у меня, смотрите, 3ds Max 2018, ну и 2019, 2020. Это все, знаете, большой разницы нет. И у меня рендер стоит V-Ray Next Update 3, да? Есть более поздняя версия, есть более ранняя версия. В принципе, если версии не так старые, не так новые, как вот моя, да? То, соответственно, все будет одинаково. Если у вас стоит такой другой визуализатор, например, Scanline Redder, часто может стоять, да? То вы обязательно ставите V-Ray Next Update. Здесь еще есть V-Ray KPU Next Update, это не то, вот именно Next, либо V-Ray Adv, по-моему, стоит, если другая версия. Вот, одним словом мы ее выбираем. Сразу же вы увидите, что у вас здесь вот состав ваших панелей поменялся. И вот в этой панельке мы пока больше ничего не делаем. Мы только включаем сам визуализатор. После включения визуализатора у нас становятся доступны материалы V-Ray. Вот, а именно V-Ray мы будем визуализировать, и именно создание материалов и присвоение их объектом у нас, в принципе, весь процесс визуализации и начинается. Так, давайте это все закроем. Так, ну, смотрите, начнем с пола. Смотрите, пол у нас здесь единый объект, да? Вот, и где-то был полиредактируемый полигон. Вот, и нам нужно сделать так, чтобы, допустим, в каждой комнате у нас был свой материал. Для этого что нам нужно сделать? Вот, например, вот комната, прихожая и санузел, да? Или там что-то побольше даже, да? Вот, нам нужно для того, чтобы это получилось, наш пол разрезать на части. Давайте мы этим займемся, я вам покажу, как это делается. Ну, во-первых, давайте, чтобы нам удобно было делать, мы останемся один на один с полом. Давайте я в 4 нажму, чтобы линии сетки видны были, да? Я выделяю непосредственно пол и с контролом выделяю строение. Вот, они у меня сейчас два выделены, и я нажимаю работать в изолированном виде. Вот сюда вот. Итак, у нас осталось только пол и строение. Я в свободном месте щелкаю для того, чтобы выделение снять. И затем, берите внимание, я выделяю пол, хоть снизу, хоть сверху, да? Нажимаю IW, чтобы перейти на вид сверху, да? Правой кнопочкой перехожу на вид сверху, да? Значит, во все рабочее пространство это окно ТОП. И обязательно перехожу на подобъектный уровень Polygons. Получается, у меня вот сейчас, получается, если видите, по полу щелкнул, да? Он, как полигон, у меня выделяется весь в красном цвете. Ну, вы помните, да, что если мы, значит, на уровне полигонов находимся и начинаем полигоны выделять, то они красным цветом выделяются. Сейчас у нас наш пол это единый полигон, поэтому он вот так вот весь красным светится. Но если мы хотим изменить стиль выделения полигонов с красного цвета на обводку рамкой, мы нажимаем F2. Вот я F2 нажал, и смотрите, я даже сейчас не вижу, да? Потому что здесь наверху стены находятся, да? Вот, у нас сейчас полигон обводится красным цветом, то есть обводка. Это нужно для того, чтобы мы, когда полигон определенным, применяем материалы, чтобы мы материал видели. Или вот как сейчас мы будем полы резать, да? Мы должны вот этот шов видеть. Ну, собственно говоря, и на красном фоне это будет видно, да? Вот я снова F2 нажал, да? Но тем не менее. Вот. А стены нам нужны для того, чтобы разрез мы делали именно внутри стены. Понимаете? Вот. Так, что мы делаем? Смотрите, у нас есть такой инструмент. Вот. Справа мы его находим на уровне полигонов, который называется, сейчас его найду и скажу, как он называется. Так, он называется кат. Ну, то есть нож, разрезка. Мы можем вот сюда вот нажать, либо можем нажать комбинацию клавиш Alt-C, да? На клавиатуре. Они рядом находятся, Alt и C, да? Вот я хоть Alt-C нажимаю. Видите, у меня сразу инструмент, курсор инструмента вот так вот выглядит. И у меня вот кнопочка вот эта вот посинела, да? И вот смотрите, этот инструмент у нас, если мы наводим на ребро полигона, вот видите, оно у нас превращается вот в такую, вот такой курсор, как бы показывает, что это ребро. Если навожу на угол, то это четырехнаправленный курсор, такой маленький квадратик. Если я нахожусь в свободном пространстве, он имеет вот такой вот, соответственно, большой квадрат четырьмя направляющими какими-то. Итак, мне нужно внутри стены сделать разрез вот между вот этими двумя комнатами. Смотрите, я нахожу ребро. Вот, видите, я увидел. Ну, примерно ориентируюсь так, чтобы вот у нас здесь было все, да? И расщелкаю. И смотрите, видите, там трассер тянется. Ну-ка, F2 я сейчас нажму. Видите, F2 у меня сняло как бы выделение красным. Я эту красную линию вижу, соответственно, более явно. Кстати, я сейчас ни на какую кнопку мышки не нажимаю. Просто щелкнул вот здесь вот. И он у меня, видите, пытается привязаться к углам каким-то, к вершинам. Но мы на это внимание не обращаем. Вот. Кстати, когда у нас этот инструмент нож активен, мы можем вот так вот работать, то есть приближать, удалять. Нажимаю на ролик и перемещаю. Вот. И вот, допустим, я иду на противоположную сторону нашего строения. И где-то вот здесь, где-то вот здесь, я его заканчиваю, вот этот трассер. Левой кнопкой мышки нажимаю. Но смотрите, видите, трассер еще тянется. Я нажимаю правой кнопкой мышки, для того, чтобы уйти отсюда. Раз, нажал. Все, я, видите, между, будем так говорить, гостиной, назовем ее так, и между прихожей разделил это все пространство. Теперь давайте санузел разграничим. Здесь немножко другая конфигурация. Я вот тоже нахожу ребро, щелкаю. Теперь вот мне надо вот здесь вот сделать излом. Я вот здесь один раз щелкаю и иду вниз. Вот. И щелкаю здесь, и щелкаю вот здесь. И правой кнопкой завершаю, и правой кнопкой еще раз выхожу из отсюда. И теперь смотрите, вот так, видите, у меня немножко вот этот полигон у меня, давайте я в два нажму, выделен, вот этот полигон выделен, и вот этот выделен. И теперь эти полигоны у меня находятся, в принципе, ну, как сказать, как отдельный элемент. Я могу каждому полигону, это у меня объект полы, да, пол, могу присваивать определенный материал. Так, давайте я зайду вот сюда, в вертексы, да, смотрите. Я вот этот вертекс беру, этот вертекс беру, и чтобы линия была абсолютно прямая с этой, да, я правой кнопочкой на троечку с магнитиком нажимаю, привязываюсь к вертексам, захожу в опции, и в опциях я обязательно включаю Enable Axis Constraints, да, это нужно для того, чтобы мы могли совмещать оси вот этих вершин, да, мы то есть я включаем, в Snaps мы привязаны к вертексам, так, я нажимаю на троечку, и смотрите, как это работает. Если я вам еще раньше не показывал, просто я тяну вот за x, и вот, видите, я именно координату совмещаю, раз, и все совмещено. Теперь вот здесь вот беру вот эту вершину, видите, она кривая, и вот так вот я эту координату сюда перемещаю, вот, потом внизу также делаю, вот таким вот образом поступаю, раз, все, и теперь вот верхнюю и вот так вот тоже совмещаю. Все, теперь все линии у меня равны, да, вот, я перехожу на всякий случай, чтобы случайно что-то не сдвинуть из перемещения, просто выделение, вот сюда вот, да, и снова возвращаюсь в общий вид, да, вот, и возвращаю все на место, вот на место я все вернул, да, и теперь, поскольку мы будем работать с полом один на один, да, мы с вами, давайте, я щелкаю по нему, да, и сюда вот нажму, то есть, и работать в зрелированном виде с полом. Вот, я вижу пол, да, у нас он разделен на три полигона, да, пожалуйста, полигон один, полигон второй, полигон третий. Если F2 нажимаю, то мы увидим в розовом цвете, но в розовом цвете не надо, потому что материалы будут не очень видны. Так, все, полигоны у нас разделены, и давайте мы создадим первый материал, какой-нибудь паркет, его, допустим, для вот этого участка. F2 я нажимаю и вызываю редактор материалов, то есть, я нажимаю вот на эту кнопку, материал-эдитор, да, вот она здесь, у меня появляется редактор материалов, вот эти вот слоты у нас могут выглядеть, если правой кнопочкой я нажму, могут выглядеть как 3 на 2, значит, 5 на 3, 6 на 4, вот. Ну, возьмем, давайте, чтобы виднее было, 5 на 3. Получается, максимальное количество слотов 24, но это не значит, что мы только 24 материала можем сделать, мы можем делать любое количество, ну, мы до этого дойдем еще. Так, и смотрите, видите, вот первый слот, у меня вот такие вот уголки горят, это говорит о том, что я вот этот материал общий, базовый, уже кому-то присваивал, да, то есть, это вот обычный стандартный материал, я его присвоил для того, чтобы, так если вот там уже какие-то материалы были, много-много-много, я просто взял пустой материал и присвоил объекту для того, чтобы, ну, чтобы они вернулись в изначальное положение, вот, ну, мы потом к вопросу этому вернемся, либо вам эта вот эта вот специфика будет понятна и без того, когда вы уже, значит, будете, значит, разбираться в вопросах создания, присвоения материалов. Итак, я иду вот сюда, в пустой слот, да, почему он пустой? Потому что, видите, нет уголков никаких, вот, вообще по идее, если вы только сцену создали и, допустим, еще с материалами вообще никак не работали, у вас прям первый слот будет пустой, вот как вот этот мой, да, вот, и, соответственно, значит, вы можете с него и начинать. Итак, очень желательно, чтобы вы название материалу давали какое-то осмысленное, да, например, вот здесь вот видите, 02 Default, я пишу, например, прихожая, да, ну, можно на русском языке писать, можно на латинице, без разницы, прихожая, вот, и смотрите, тип материала у нас стандартный, а мы сейчас работаем в визуализаторе V-Ray, и хотя стандартные материалы могут подойти, в принципе, к V-Ray визуализатору, да, но лучше его родной материал использовать, так будет лучше. Я нажимаю прямо на эту кнопочку «Стандарт», сейчас у меня, вот, активируется окно, которое называется «Material Map Browser», то есть просмотрающих материалов и карт. Вот, и мы здесь ищем в материалах вкладочку, которая называется V-Ray, вот, она у вас должна появиться здесь, ну, в принципе, если у вас V-Ray установлен, то она здесь и добудет. Вот, мы нажимаем на плюсик, и мы видим огромный выбор так называемых шейдеров материалов V-Ray. Нам нужен универсальный шейдер, который называется V-Ray MTL, вот он, V-Ray, запомните его название, на основании этого шейдера можно создавать любые материалы, стекло, резина, дерево и так далее. Мы два раза по нему щелкаем, и смотрите, у нас вот эта вкладочка, видите, изменилась со стандарта на V-Ray, и вот теперь этот материал у нас V-Ray. Идем ниже. Я уже сказал, что у нас этот курс такой, знаете, мини-интенсив, да, я тут не буду физические свойства материала разъяснять, там, глубокую террорию заходить. Я просто вам показываю, как быстро все это сделать. Для того, чтобы все подробно разъяснять, у меня будет отдельный курс, вот, на коммерческой основе, но это будет чуть-чуть позже. Итак, вот канал диффузного цвета, который определяет внешний вид нашего материала. Это может быть либо цвет, либо, если вот мы сюда вот нажмем, там, это будет у нас текстура, да. Ну, то есть мы на основании текстуры ведь создаем большее количество материалов. текстура дерева, текстура, там, кафель и так далее. Так вот, я сюда нажимаю. У меня снова появляется окно. Вот. Окно. Здесь могут быть, скорее всего, у вас тут будет не так интенсивная акуминия, да. И мы ищем такой вот цвета, который называется Maps карты, да. Мы нажимаем сюда на плюсик. И внутри Maps у нас тоже, кстати, могут быть, не могут быть, а будет множество типов Maps карт, да. То есть даже и V-Ray будет. Но, смотрите, когда мы работаем даже с V-Ray материалами, для присоединения сюда текстуры мы используем General. Ну, будем говорить, стандартную карту, которая называется Bitmap, что переводится битовая карта, то есть изображение. Мы два раза сюда щелкаем. У нас появляется окно, которое говорит, покажите текстуру, которую вы хотите подключить. Я иду на рабочий стол, иду в свой проект 3D и иду в текстуры. И вот для пола я выбрал бесшовную. Замечаю это, надо текстуру выбирать бесшовные, чтобы начало и конец изображения при их совмещении являлись чем-то единым целым. Так вот, я выбираю вот этот паркет текстуры 16, да, вот. И говорю Open, открыть. Смотрите, видите, текстура сразу применяется к материалу. Давайте я два раза по нему щелкну. Он у меня вот во всю такую ширину как бы расширится, да, вот. И мы работаем с ним дальше. Обрите внимание, что после того, как текстуру применил, в состав вот этих настроек материал у нас поменялся. Дело в том, что мы оказались непосредственно внутри, значит, свитка Coordinates, да, то есть, которые позволяют координаты либо положение текстуры относительно объекта менять. мы здесь работать пока не будем. Вот. Поэтому я нажимаю на эту кнопочку, которая называется Go to Parent. То есть, вернуться назад. Я щелкаю сюда. И я вновь возвращаюсь в те настройки, которые мы уже были, в которых мы уже были. И вот смотрите, видите, в канале диффузного цвета у нас появилась канал вот M Bump. Ой, Bump, извиняюсь. Просто M появилась текстура. То есть, мы можем следить о том, что внешний вид материала у нас определяет вот эта карта M, да. Кстати, если мы по ней щелкнем, да, мы снова оказываемся вот здесь вот, где мы можем щелкнуть сюда, заменить эту текстуру на другую. Но этого делать мы не будем. Я делаю Cancel. И снова нажимаю Go to Parent. Вот. Я надеюсь, понятно. Теперь смотрите. Каждый объект у нас обладает таким, знаете, свойством небольшого отражения и свойством бликования. Вот. И мы давайте вот здесь вот в канале Reflect это настроим с вами. Для этого я нажимаю вот на черный цвет, вот этого квадратика, да, на черный цвет этого квадрата, да, прямоугольника вернее, нажимаем сюда. Во-первых, Reflect это отражение. Работает это как? Когда черный цвет черный, ну, там все черные отражения нет. Когда цвет белый, отражение есть. Так вот, для того, чтобы создать блик здесь, да, веры, мы делаем где-то вот на одну треть, например, движок черного цвета двигаем, он становится, видите, таким серым, да. Нажимаем ОК. Кстати, у нас сейчас будут какие-то свойства отражения и бликования появляться. Для этого мы можем включить вот здесь вот так называемый Background. Вот, видите, небольшой такой блик, не блик, а такая вот глянцеватость появляется более явно. Теперь для того, чтобы блик у нас появился, мы параметры Glossiness начинаем уменьшать. Вот здесь вот прям вот один, два, три. Видите, я вот уменьшаю, уменьшаю и блик у меня делается с острого на более такой размытый, да. Вот, например, если мы возьмем где-то 0.85, то это блик на какой-то глянцевой поверхности, да. Но пол у нас явно не глянцевый, он наверняка более шероховатый, да. Поэтому я уменьшаю Glossiness еще меньше, где-то до 0, может быть, 7, до 0.75. Все это подбирается в каждом отдельном случае индивидуально. Но ниже 0.6, я думаю, заходить не буду. Вот, смотрите, 0.7 я поставил, и видите, такой вот легкий размытый блик у нас появился. Но это еще не все. У нас пол сейчас имеет такую не очень, как бы, естественную поверхность, да. То есть нет вот этих вот, естественно, шероховатостей, которые на, соответственно, на любом материале имеются. Поэтому я спускаюсь ниже, да. Вот. И здесь нахожу свиток, который называется Maps карты. Вот. И мы видим все карты, как свойства, которые мы можем подключать к нашему материалу. Об этом говорить пока не буду. Здесь очень много. Только на этом можно застрять на целый час, ну, объяснять, что это такое. Но я ищу свиток, который называется Bump. Bump – это и есть шероховатость. И Bump начинает работать только тогда, когда мы указываем вот этому каналу, этому свойству именно ту карту шероховатости, которая должна быть на материале. И, смотрите, здесь такая история, что у нас шероховатость должна совпадать со всеми вот этими вот, значит, со всей структурой, которая на материале есть. Поэтому я просто беру вот эту вот карту, ну, изображение. Вот я вот кнопку мышки зажимаю и тяну ее именно в канал Bump на вот сюда вот. И отпускаю здесь. И говорю, что она должна быть зависимая копия, чтобы у нас здесь и здесь было зависимое. И смотрите. Видите, я это сделал и у меня появилась вот такая вот естественная поверхность, да, пола. Я вот этот параметр Bump, силу действия инструмента могу увеличивать, уменьшать, значит, делать в отрицательную сторону для того, чтобы переориентировать выдавливание. Дело в том, что светлыми участками он выдавливает, а темные оставляет на месте. Вот. Поэтому я минус здесь, конечно, зря поставил, чтобы вам показать. Здесь должно быть либо 30, либо на ваше усмотрение там 20. Надо смотреть. Вот, например, я тебе 20 поставлю. У меня шероховатость немного изменится. Вот. Вот. Enter я нажимаю. Да, вот примерно так оставляю, да. И это окно я закрываю теперь. И теперь смотрите. Вот у нас выделен вот этот полигон, который у меня материал, вот этот, для которого я ссылал материал. И теперь смотрите. Я могу либо вот взять левой кнопкой мышки сюда, значит, приставить, будем так говорить, перетянуть. Либо могу нажать на эту кнопку и sign material to selection. То есть присвоить материал выделенному. Я нажимаю. Видите, он у меня посерел. Но для того, чтобы материал с текстурой начал отображаться здесь, я должен нажать чего-то на эту кнопочку. Который называется Show Shaded Material in Viewport. Вот он. Видите? То есть показать материал в видовом окне. Я нажимаю сюда. И вот я вижу, что материал показывается. Он показывается не самой текстурой, а будем говорить, среднестатистическим цветом этой текстуры. Я могу пока это закрыть. Не бойтесь закрывать. Вот если вы закрыли, потом открыли, и никто ваш материал не тронет. Дело в том, что почему он отображается коричневым цветом, а допустим не самой текстурой. Из-за того, что координаты текстуры по отношению к объекту при полигональном текстурировании не очень уж и хорошо видны. Вернее, ну, работает плохо. Вообще не работает. Поэтому мы, находясь на полигоне, применяем к нему специальный модификатор, который для настройки текстур существует. Который называется UVW Map. Он практически в самом низу списка модификаторов находится. Я сюда нажимаю. И смотрите, видите, текстура у нас появилась на нашем объекте. Но она вся растянулась у нас непосредственно на весь пол. Я иду в настройки данного модификатора. Вот они, да. Вот. У нас здесь есть, будем так говорить, алгоритмы мэппинга. Но мэппинг – это каким образом текстура будет натягиваться на объект. И у нас сейчас плоскость, да. То есть это плоский объект у нас, да. И, соответственно, я выбираю Planner. То есть плоский объект. И здесь у нас внизу есть вот такие вот параметры, как ширина и высота. То есть Length и Width. Вот видите, и двигая вот этими движками, мы можем текстуру по отношению к объекту настраивать. Но поскольку текстура у нас квадратная, я здесь какие-то точные числа вобью. Например, попробую 500 на 500. Так. Я это делаю. Вот. Ну, если мне они кажутся слишком большими, еще до сих пор. Давайте сделаем, ну, теперь 350 на 350. Вот. Мы добиваемся того, чтобы отображение материала на объекте совпадало, ну, как бы с истинным представлением о том, как этот материал должен быть выглядеть. Ну, сверху кажется, конечно, немножко как-то вот неказисто, но тем не менее, когда мы вернемся объекта на место, все будет нормально. И это тоже, мне кажется, слишком много. Я сделаю 250 на 250. Вот. Ну, пускай будет так. И это еще не все. Мы можем эту текстуру, смотрите, вот когда у нас, допустим, стены будут на месте, видите, она вот, текстура, например, прерывается здесь. Если мне необходимо точно ее выравнивать, я могу пойти в модификатор Gizmo, взять инструмент перемещения, инструмент на перемещение, я могу текстуру вот так вот двигать, выравнивать ее по отношению к каким-то краям пола, либо по стенам каким-то образом. Вот. Ну, я этого сейчас не буду делать точно, но вы знаете, что вы это можете сделать. Так. Мы с вами создали, разрезали полы, мы создали вот такой вот материал, да, для пола. Вот. Давайте на этом я урок закончу, да. И на следующем мы, значит, я вам покажу, как можно применять, создавать материал для следующих полигонов. Спасибо за внимание. До следующего урока.